Новый учебный год. Школьники начнут за партами. К учебе приступят с 6 сентября. Такое решение принял оперштаб при президенте. Учебный процесс стартует 6 сентября. Школьники вернутся за парты. Но прежде праздничные линейки. В этом году они пройдут на открытых площадках и только для первоклассников и выпускников. После того, как официально прозвенит первый звонок, будут проведены традиционные уроки мира. А дальше пауза. В республике государственный праздник. Пятницу и субботу школьники проведут с родителями, для которых эти дни будут выходными. Школьную программу отработать придется, но уже в следующую субботу, 11 сентября. Для учреждений, работающих в режиме шестидневки, субботы рабочие. Для каждого класса определяют постоянный кабинет. Из аудитории в аудиторию перейдут учителя. Ученики останутся в одном помещении. В случае задействования актового, спортивного или библиотечного зала, в нем разрешено находиться коллективу только одного класса. Если заболеет ученик, класс уйдет на двухнедельный карантин с переходом на дистанционную форму обучения. Измерение температуры и дезинфекция рук на входе в школу обязательны. Во всех классных комнатах установлены рециркуляторы воздуха. Обязательным являются проветривание и уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств. Учителя будут работать в масках, школьники наденут их по желанию. При наличии признаков респираторных заболеваний ученика, либо преподавателя в учебное заведение не допустят. Аналогичные требования предъявляемые к образовательным учреждениям среднего и высшего звена. Как подчеркнул Вадим Красносельский, дальнейший формат обучения зависит от эпидемиологической обстановки, развития эпидситуации, от сознательности каждого гражданина. Что касается празднования Дня Республики, мероприятия проведут исключительно на свежем воздухе. Об этом также говорили в рамках заседания оперативного штаба при президенте. Особое внимание уделят обеспечению правопорядка и контролю соблюдения карантинных ограничений в местах массового скопления граждан.